Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕ Самарские баскетболистки удачно стартовали в чемпионате страны. В Суперлиге-2 они начали с трех побед. В Самаре сегодня прошла самая грандиозная патриотическая акция «Парад памяти-2019». Тема парада в этом году близка каждому россиянину «Солдатская слава». Чтобы принять в нем участие, в Самару приехали реконструкторы из разных городов России. Москва, Санкт-Петербург, Пермь и Воронеж. Перед началом парада первые лица области и города возложили цветы к памятному знаку. Мария Левина продолжит. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 41-м парады прошли в трех городах. В Москве, Воронеже и Куйбышеве. Именно в запасной столице прошел самый масштабный. 25 тысяч человек прошли по самой крупной площади в Европе. И сразу после демонстрации отправились на фронт. Военный парад в Куйбышеве был стратегически важен для всей страны. На нем присутствовали иностранные послы и военные атташе, журналисты. Увидев мощь Красной армии, Япония и Турция в войну вступить не решились. На сегодняшний парад тоже приехали дипломаты из разных стран. Грейм Михан, посол Австралии в России, делится своими воспоминаниями о тех сложных временах. Его семью война тоже не обошла стороной. Отец попал в артиллерийские войска. Для меня очень важно, чтобы мы помним это. Во время войны у нас в Австралии, в Самаре было посольство. И я думаю, что это важно упоминать связи между Самарой и Австралией. Сегодня мы видим, что 126 коробок, 7 тысяч личного состава здесь находятся на площади. И вот уже два часа идет парад. Это очень праздничное и приятно. На параде показали 45 видов исторической техники, в том числе и легендарный победный Т-34. Лейтмотивом парада стала история нашего земляка Владимира Чудайкина. В апреле 44-го года он попал в Красную армию. В первом в своей жизни бою уничтожил три самоходных орудия противника. Отличился в ходе взятия Берлина. Командир танка погиб, и его обязанности исполнял Чудайкин. В бою прикрывал наступающую пехоту огнем и броней. Я очень счастлив и горжусь, что дожил до сегодняшнего дня. И вот я на этой площади прошел не пешком, а на машине в честь этого парада. Ветеранов Великой Отечественной войны поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Дорогие ветераны, этот парад напоминает нам, без великого прошлого нет великого будущего. Именно в преемственности поколений, в духовном единстве залог укрепления и процветания нашей великой Родины. В небо над Самарой, как когда-то в 41-м, поднялся легендарный Ил-2. Его миссия – донести весточку из прошлого. На землю опустились тысячи фронтовых писем. Сражались не только за Родину, но и за жизнь раненых бойцов. Вот в таких небольших палатках медицинского батальона было сразу несколько операционных столов и кушеток. На площади Куйбышева работала полевая кухня. На специальные выставки зрители знакомили с оружием Великой Отечественной войны и исторической техникой. Парад памяти объединил не только ветеранов и военнослужащих, но и всех неравнодушных к судьбе Отечества граждан. Мария Левина, Николай Пифанов. События. Взрывы минометных снарядов, оглушительная стрельба и штурм вражеских позиций. В Самаре прошла грандиозная реконструкция одного из сражений времен Великой Отечественной войны. На поле боя побывал и наш корреспондент Анатолий Головко. Напряженный и кровопролитный бой во имя Великой Победы. В Самаре на берегах Волги провели историческую реконструкцию Сталинградской битвы. Сталинградская битва – один из важнейших этапов времен Великой Отечественной войны. Немецкое наступление продолжалось с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года. Фашисты хотели захватить большую излучину Дона, Волгодонский перешейк и Сталинград. Красной Армии удалось заставить врага увязнуть в оборонительных боях, окружить группировку немецких войск и сжать кольцо окружения к развалинам города. Окруженные со всех сторон фашисты капитулировали в феврале 1943 года. Один из эпизодов того времени восстановили участники военно-исторических клубов, которые приехали в Самару со всей России. Один из них – тольятинец Сергей Авакумов. Он участвует в подобных реконструкциях в не в первый раз. Мужчина считает, что подобные выступления помогают молодому поколению не забывать о великих подвигах героев военных времен. Именно когда мы проводим, наглядно показываем это все, это очень важно. Все правдоподобное, где, как ни на таких реконструкциях, они увидят всю достоверность наших таких реконструкций. Зрители, которые оказались в этот день на Самарской набережной, остались под большим впечатлением от увиденного. Очень понравилось, особенно удивило то, что самолеты летали. Погода ветреная, это очень эффектно было. Нас порадовало расположение и кухня поливая, и, так сказать, угощают, и доброжелательная обстановка. И погода распогодилась. Короче говоря, все отлично и прекрасно. Постановка отличная. Хотелось бы выразить благодарность постановщику данной реконструкции. Большое спасибо, что помнят. И ребята со всей страны, которые приняли участие, всем большое спасибо. После окончания реконструкции зрители еще долго не расходились. Они аплодировали участникам и делали совместные фотографии. Можно с уверенностью сказать, что это событие заполнится жителям и гостям Самары надолго. Анатолий Головко, Константин Головин. События. Изучить свою историю в деле. Самарский поисковый ученический отряд технического лицея побывал в экспедиции. Свои находки ученики показали губернатору и главе города. Что удалось найти поисковикам, узнала мэрия Елчан. Ранний подъем, зарядка, завтрак и кропотливая работа до вечера. Семь ребят провели 12 дней в Волгоградской области. Они искали артефакты военных времен. Иван Лазовский один из поисковиков. Он уже четвертый год подряд принимает участие в раскопках. Во-первых, надо все-таки помнить подвиги наших дедов и отдавать им честь. За время поисков ученики находили не только фрагменты быта солдат, но и останки бойцов. В братской могиле поисковики нашли детские захоронения. Вот представляете, жара в 35 градусов, ни одного нету деревца. И ребята в 35 градусов жары просто копали, доставали, поднимали бойцов. Раньше, до поездки, я не знала, что такое война. Там вот везде осколки, какие-то гильзы, пули, хвостовики от мин. Вот вся земля просто покрыта вот этим. В праздничную дату, посвященную параду памяти, в лицей приехали ветераны, первые лица региона и города. Ученики провели для них экскурсию по музею. Губернатор Дмитрий Азаров выразил благодарность ребятам и поздравил всех с праздником. То, что вы делаете, это свято. И участие, конечно же, в работах поисковых, и забота о ветеранах, и сохранение памяти здесь, в музее. Поиск новых экспонатов и установление их истории. Нож разведчика, ручка, офицера 9-й танковой дивизии «Вермахта», знак авиатора для галстука. Все эти найденные исторические артефакты ученики привезли в музей Самарского технического лицея. Он наполняется не только находками учеников. В качестве подарка некоторые экспонаты приносят и сами ветераны. Мэри Елчан, Василий Колдашов, События. Более двух тысяч акций, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне, запланировано в Приволжском федеральном округе. В губернской думе прошло расширенное заседание Самарского регионального совета руководителей партии «Единая Россия». Депутаты обсудили предстоящую совместную работу по организации этих акций, а также делились опытом проведения торжеств, посвященных параду памяти. В Самарской области запланированы уроки мужества в школах и вузах, встречи ветеранов с учениками и студентами, школьные конкурсы на патриотические темы. В мае вручат подарки и адресно поздравят всех ветеранов области. Обсудили депутаты итог, как контролируют жилищные условия ветеранов Великой Отечественной войны и реализуют акцию обелиск, восстанавливают памятники и мемориалы, приводят в порядок территорию вокруг них. И вот такие точки соприкосновения – это, наверное, та связь, которая неразрушима. Та история, которую нам передали наши предки, мы ее сохраним, передадим нашим детям. Это, наверное, основная задача – помнить, чтобы не забыть, помнить, чтобы не повторилось. Сохранить связь поколений. В Самаре прошел концерт «Солдатская слава». Его гостями стали ветераны Великой Отечественной и локальных войн – юноармейцы и кадеты. В программе песни, написанные по следам афганских событий. Послушал концерты наш корреспондент. Окопы Сталинграда и развалины Берлина. Тяжелые военные годы ничуть не убавили духа ветерана Сергея Алехина. Сетуют ряды боевых товарищей все реже год за годом, а память обязательно нужно сохранять. Поэтому Сергей Алехин постоянно общается со школьниками, студентами, рассказывает о минувшем. Ветеран пришел и на концерт «Солдатская слава», чтобы вновь к ним обратиться. Поколение наше должно принимать то, что выработало наше поколение. Они должны, особенно мальчики, должны уметь защищать свою родину так, как смогли ее защитить мы. Вот поэтому приходится в школах быть, в институте. Концерт организовали в преддверии Парада памяти. Среди гостей кадеты и юнормейцы. Их воспитатели говорят, растет достойная смена. Мы прикладываем все усилия, всевозможные усилия для того, чтобы наше поколение развивалось с глубоким чувством патриотизма, прививаемым прежде всего любовь не только к великой родине, но и к малой родине. Побывали на концерте и первые лица города. Они наградили юнормейцев и кадетов. Отметили и ветеранов локальных войн. Организаторы говорят, нужно сохранять связь времен, передавать опыт, накопленный поколениями. Мы не имеем права быть Иванами, не помняющими родства. Пока мы чтим свою историю, знаем свою историю, чтим свои традиции, мы непобедимы. На всем этом зарождается новое патриотическое движение, которое идет, которое мы со своей стороны поддерживаем и фактически готовим себе смену. Для гостей концерта сыграли ветераны локальных войн. На сцену вышел и ансамбль «Гвардия». Песни, написанные по следам афганской войны, звучали особо остро, когда их слушало и младшее, и старшее поколение. Молодежь должна помнить о том, что происходило, что будет происходить. И в сердце это все равно у каждого, мне кажется, у молодого человека откладывается. Потому что, когда часто выступают на таких мероприятиях, на таких концертах, ребята потом уходят, скажем так, немножко задумчиво, и что-то, наверное, происходит в их головах, и они начинают думать о чем-то. Организаторы надеются, что такие встречи станут традицией. Андрей Горгуленко, Семен Безгинов, Максим Гусев. События. Россия – самая большая по площади страна в мире. Исторически сложилось, что она занимает одно из лидерских положений на мировой арене. Будущее страны – это народосбережение. Эту тему обсудили на заседании регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора. Какие меры сегодня направлены на сохранение русского народа, узнала Мария Левина. Народосбережение – будущее России. Такой стратегически важный вопрос подняли на встрече регионального отделения общественной организации Всемирного Русского Народного Собора. Что будет с государством в ближайшем будущем, зависит от граждан, которые в нем проживают, считают ораторы. Я хочу пожелать, чтобы мы проникнулись вот этой идеей народосбережения. Прежде всего, молодежи, конечно, наше руководство должно помогать во всех этих ситуациях и воспитывать эту нравственную ответственность. Анна Чуркина, студентка Самарского педагогического университета, выбрала для себя будущую профессию учитель начальных классов. Всю жизнь готова посвятить детям, чтобы помогать им учиться и исполнять их мечты. Свою же семью девушка пока заводить не торопится. Для начала нужно позаботиться о карьере. Впереди у нее серьезный жизненный этап – диплом и поиск работы. Самореализация, она тоже важна. И даже если я буду создавать семью, я думаю, что для меня будет семья и карьера на равных. Резкое сокращение населения России началось примерно в 2017 году. Чтобы повысить рождаемость и укрепить институт семьи, повысить качество жизни граждан, существует целый комплекс национальных проектов. Демография, здравоохранение, наука, культура и не только. По инициативе президента нашей страны, Владимира Владимировича Путина, разработаны 12 национальных проектов, отхватывающих все сферы жизни человека, вопрос стратегического развития государства. И вот все эти проекты, они как раз созвучны той теме, которая рассматривалась на соборе. Проект «Демография» – это что как ни есть народосбережение. Помочь решить демографическую проблему в стране сможет проект «Стратегия народосбережения» до 2050 года. Такую долгосрочную программу предложили на Всемирном русском народном соборе в Москве. А улучшение демографической обстановки будет способствовать и экономическому росту страны, считают эксперты. Основная цель стратегии – воспитать молодое поколение граждан России, для которых важна ценность семьи, уважение к многодетным семьям и забота о старшем поколении. Мария Левина, Николай Сидоров, События. Амбициозные планы и смелые решения. В Самаре стартовал проект «Другой университет». Он позволяет студентам разбавить теоретические будни практическими занятиями с экспертами вне университетских стен. Проект будет проходить по направлениям политика и личностное развитие. Со студентами, которые уже сейчас готовы продвигать свои идеи, познакомился Андрей Горгуленко. Студентка Юлия Овчинникова мечтает об успешной политической карьере. Надеется, что в этом ей поможет проект «Другой университет». Чтобы стать его участником, она прошла конкурсный отбор. Нужно было проявить юридическую подкованность. Говорит, помогло то, что на первом курсе она уже изучала эти предметы. У нас в основные предметы в университете уже предусмотрены на то, чтобы и политику охватывать, и полностью теоретическую юриспруденцию, и по отраслям. Поэтому как-то так, повторила, как говорится, свою пройденную практику, теорию, да, и, в общем-то, все обобщила, и все, как бы, да, пришла. У проекта «Другой университет» два направления – личностное развитие и политика. Два месяца студенты будут посещать мастер-классы, круглые столы и дискуссионные площадки. Встречаться с экспертами. Это отличная возможность получить практические знания напрямую от тех людей, которые уже добились успеха, а также завязать интересные знакомства. Блог «Политика» будет связан с Думой городского округа Самары. Депутаты Думы городского округа Самары станут экспертами, наставниками и спикерами нашего проекта. В личностном развитии мы будем реализовывать такие темы, как финансовая грамотность, предпринимательство, социальное проектирование, коммуникации, мотивация. Будут лидеры общественных объединений, общественного мнения. Пока это такой секрет для наших участников. Мы будем спикеров подбирать непосредственно для групп, которые будут создаваться и по культуре, и по науке, и в политике. Вот именно то, что интересно ребятам, именно в этом формате, чтобы действительно знания были важны, нужны, в этом формате мы и будем проводить. После завершения проекта участников наградят специальными сертификатами. У самых амбициозных есть шанс получить грант на развитие своего проекта или стать помощником депутата. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков, События. А теперь коротко о других темах дня. Спецназ Самарской области перевооружается. Более 500 новейших автоматов Калашникова АК-12 поступили на вооружение бригады специального назначения, дислоцированной в Самарской области. Разработанный концерном автомат калибра 5,45 мм – оружие абсолютно нового уровня. Он обладает повышенной эргономикой, лучшей кучностью стрельбы, увеличенной живучестью ствола, для производства которого начали использовать новую технологию, повысившей и без того немалую износоустойчивость. Автомат разработан в рамках программы «Ратник» как элемент перспективного комплекса оснащения военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации. Отец 10 детей Станислав Доблер получит субсидию от правительства Самарской области на покупку жилья. Социальную выплату семье на покупку квартиры предоставят в размере почти 3 миллионов рублей. Деньги выделят из резервного фонда губернатора. Будущая жилплощадь не должна быть менее 69 квадратных метров. Это уже не первый случай, когда многодетным семьям помогают решить квартирный вопрос. В начале сентября 2019-го самарцу помогли рассчитаться с долгами по ипотеке. Самарская таможня задержала в Международном аэропорту Оренбурга 31-летнюю гражданку Казахстана с крупной партией незадекларированных шуб. Женщина прибыла из Турции. В ее багаже были обнаружены 32 изделия из меха. Она пояснила, что все они предназначены для ее семьи. В итоге шубы изъяли. Сейчас они проходят товароведческую экспертизу для выяснения их рыночной стоимости. В отношении нарушительницы было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию». Из аэропорта Курумыч не мог вылететь самолет рейса «Самара-Анталья». Воздушное судно задержал 41-летний пассажир. Мужчина закурил на борту, что не понравилось пилоту. Командир воздушного судна отказал в перелете гражданину. Вызванные на место полицейские доставили его в дежурную часть. В отношении курильщика составлен протокол. Мужчине грозит штраф до 10,5 тысяч рублей. Чтобы не заливала улицы и не разрушались дороги. В Самаре городские службы очищают дождевую канализацию. Работа сезонная, ее ведут ежедневно. Это необходимо и для того, чтобы осенью вода беспрепятственно уходила с улиц, и для того, чтобы встретить весенние паводки без проблем. За ходом работ наблюдал наш корреспондент. На улице Урицкого городские службы прочищают ливневку от засоров. Специалисты говорят, чтобы Самарские улицы не заливало, работу нужно выполнять регулярно. Собранный мусор вывозят на полигон. Такая чистка – важная работа. От нее зависит не только сухость, но и сохранность дорожного полотна. Ежедневно в городе работает от 8 до 10 бригад. Первая машина, которая с бочкой, соответственно, под высоким давлением размывает ил и отложения. А вторая машина откачивает отложения ил. На Урицкого промывают ливневку в целях профилактики. Недавно эту улицу и семь других прилегающих к Крымской площади комплексно обновили на средства национального проекта. Безопасные и качественные автомобильные дороги. По заказу городского департамента городского хозяйства. Подрядчик менял люки и решетки ливневки, а затем вручную тщательно очистил ее от мусора и остатков асфальтобетона. За качеством работ следили специалисты инженерных систем. И оно сомнений не вызвало. Всего в городе уже прочищено 50 километров трубопровода. Отремонтировано 700 колодцев. Основные работы по подготовке к весенним паводкам выполнены, но работа будет продолжаться и осенью, и зимой. Инженерные системы обслуживают 383 километра ливневок. И в этом году приняли более 2 километров бесхозных сетей, которые сейчас приводят в порядок. Также организация выделяет спецтехнику муниципальному предприятию благоустройства для того, чтобы помогать откачивать воду там, где нет ливневки. В процессе выпадения осадков и иловых наносов постоянно выполняется профилактическая работа по тем адресам и местам, где есть подозрения подтопления. В конце зимы останется финальный штрих – пролить дождевые колодцы горячей водой, чтобы удалить ледяные пробки. Впрочем, и после первых снегопадов, и минусовых температур этой осени все работы были выполнены в штатном режиме. С локальным образованием ледяных пробок специалисты справились оперативно. Контроль за состоянием ливневок ведут постоянно, в том числе и по обращениям граждан в диспетчерскую службу предприятия и социальные сети. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Николай Сидоров. События. Самарские баскетболистки удачно стартовали в чемпионате страны. Пока они первые. В Суперлиге 2 они начали с трех побед. Дома заработав очки против команд «Энергия» из Иваново и «Спартак» из Ногинска Московской области. За ходом премьерных матчей наблюдал Сергей Кизоркин. Премьера женского чемпионата страны по баскетболу прошла в Самаре в ноябрьские праздники. Два дня горожанки добывали первые победные очки в Суперлиге 2. На паркете спорткомплекса «СамГТУ» они с трудом обыграли команду «Энергия» из Иваново. В первом матче «Самара» уступала гостям 15 очков, но сумела их нагнать и даже избежать лишних волнений в финале 72-65. Результативной игрой отметились опытные Ирина Киселева – 17 очков и Яна Митрофанова – 12. Новички провели на площадке немного времени. В ротации у нас еще находятся очень молодые игроки. Если им даже не доверять немножко, то тоже, так сказать, основные игроки не будут получать отдых. Какое-то доверие должно быть. Но, соответственно, они должны выходить не так, а с другим настроем, чтобы биться, чтобы получать больше времени. Во втором матче самарская команда с самого начала вела в счете, временами отрываясь на 12-15 очков. И хотя гости каждый раз возвращались в игру, окончательно переломить ситуацию им не удалось. 65-52 в пользу «Самары». Вновь на паркете «Тон игре» задавала пара – Киселева-Митрофанова. Гости из Подмосковья догадывались, что их ждет на средней «Волге». Мы знали о том, что соперник будет тяжелый, о том, что состав наполовину состоит из опытных игроков. И, в принципе, мои опасения сказались. У меня игроки менее опытные, более молодые, поэтому просто не хватает чисто опыта и чисто игровых моментов, которые, надеюсь, в сезоне поправим. На этой неделе «Самара» сыграет со вторым составом «Спартака» из Ногинска. Первый матч закончился разгромом гостей – 74-46. Второй пройдет сегодня. Пока баскетболистки «Самары» занимают в чемпионате страны первое место. Им в затылок дышит «Оренбургская надежда» и «Пензенская юность». На последнем восьмом месте – «Ивановская энергия». Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самары Гис» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Все вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!